Каждый раз, рассматривая коллекцию бабочек, мы любуемся красиво расправленными, расставленными, ровными рядами, экземплярами. Но никто из нас не задумывается о том, как они сюда попали. Вот, например, эти бабочки из Киргизии, эти из Памира, эти из Афганистана. А ведь кто-то ездил за ними, кто-то их ловил. Это вообще-то высоко и опасно. Давайте же сейчас посмотрим, как в эту коллекцию попала конкретно вот эта бабочка и вот эти вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прошлый год был холодный. И в это же самое время колючки не цевели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полчаса я наблюдаю за одним типом. Он там внизу нашел себе колючку. И курсирует все время по одной и той же траектории. И вот эта траектория проходит через вот это место. Проблема в том, что здесь где-то примерно метров 150-200 свободного полета. И приходится его вот так вот высматривать. Подо мной та самая колючка. И вот чувствуешь себя совершенно неуютно, когда смотришь вниз, потому что здесь практически отрицательный угол. Сейчас я для наглядности продемонстрирую. Вот такой вот угол. И вон она внизу. Маленькая вот эта вот колючечка, или что это, лук. Куда он прилетает. А потом уходит вверх. Где мне нужно его поймать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он пошел. Сейчас сюда вернешься, идет на меня. На тебя выходит. Ниже, ниже, ниже. Все, нету. Когда мистерикус летит в вашу сторону, он не виден. Видна только его тень. Поэтому точка прицеливания сачком должна находиться над тенью. Приманить самца Чарльтониуса можно взмахами белого сачка. Он думает, что это самка, и пикирует на него сверху вниз. Ага, ага. Колючка. Колючка. Ах ты. Есть! 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 Сработала колючка. Осталось тебе только выбраться отсюда. Вот это я пока еще не знаю, как это будет делать. Наш лагерь разбит на высоте 4000 метров. Каждый день мы поднимаемся на высоту от 4400 до 4700. Где летают мистерикус, недавно описанный нами, что у Дингурия Рудро. На такой высоте постоянно ощущается нехватка кислорода, и простые и привычные движения даются с большим трудом. Кажется. Кажется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в ту и в другую сторону отвесные скалы с углом где-то примерно 80 градусов. И что самое удивительное, надо же было выбрать этой бабочке вот это место для своих полетов. Я вот, например, летать не умею. А он постоянно здесь курс вихра. Вот он. Ах ты! Вы видали? Вон он, вон он, вон он, вон он. Сейчас вернется. Вот он ходит. Давай сюда, давай, 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 давай. Давай, давай. Сел. Ну давай, полез. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверху достать эту бабочку мне не удалось. И приходится спускаться к ней вниз в этот ужасающий скальник. Вопреки здравому смыслу, страховку мы никогда не используем. Такие спуски и подъемы – привычная каждодневная работа в горах. А сачок у меня в руке, потому что во время спуска мистерику сможет вылететь. И в случае неудачи, следующий такой шанс может выпасть только через несколько дней. Ну вот мы и на месте. Здесь у меня равнины. Здесь климат иной. 4 400, как-никак. Это еще одна особь, точнее скала, где летает Чарль Тониус. Ловить здесь неудобно, но Благ за эти годы успел уже протоптать себе тропу. По ней, кроме меня и горных козлов, никто не ходит. 5 400, как-никак. Ох, и нелегкая эта работа, скажи вам. А вот она и тропа, где приходится ловить. Вот там где-то они летают. И здесь, и тут, и там, и сям. Пройдемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Опять козлы. Козлы задрали ходить по моим тропам. Продолжение следует... Продолжение следует... .. Продолжение следует... Вы это видели? Такие моменты бывают до боли обидно. Один взмах есть, если промахнулся, все кранты, он уже уйдет вниз, никогда в жизни не догонишь. Субтитры создавал DimaTorzok Только что надо мной кружился орел-бородач. Метров 10-15. Уж не знаю, видел ли он во мне добычу или нет. В любом случае, чувствуешь себя не очень уютно. Все-таки самый крупный орел в мире. 2,5-3 метра в размахе крыльев. А охотится на козерогов и архаров, пикирует и просто сталкивает их в пропасть. Ну, в общем, в этой ситуации я здесь от козерога мало чем отличаюсь. Хотя здесь мне повезло больше. Все-таки я по гороскопу скорпион. Может быть, поэтому он на меня и не напал. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Рыба моей мечты. Иди сюда. Летательский вылетел. Откуда-то снизу. Вообще, я заметил, они очень любят вот это. Вылетать тогда, когда ты его не ждешь. Когда ты отвернулся. Может, он сейчас у меня за спиной летает, кстати. Вот он, зверюга. О! Классный. Эх, хорошее место. Если окажешься здесь, помни, ты здесь не первый. Классный. Валерий. Классный. Валерий. Это восточный Памир, долина реки Западный Пшарт. То самое место, где в советское время прошла экспедиция по поиску снежного человека, со специально обученными собаками, натравленными на обезьян. Снежного человека они так и не нашли. До этого мы ловили Чарль Тониуса. Там приходилось сидеть на скале и держаться за нее, чтобы не сдуло ветром в пропасть, и уворачиваться от смерчей, которых там на самом деле очень немало. Здесь другая ситуация. Вот эта стация, где летает Парнасиус Автократор, она представляет собой наждак. По большому счету твердая глина, из которой торчат острые, как бритва камня. Одно неверное движение. Вы падаете, да, и вот нижней части осыпи доезжает одна только ваша голова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот на этих самых склонах Летает Варнасис Автократор Которого приходится ловить Перемещаясь вот таким вот образом Крайне неудобное место Опасно тем, что можно Камни спустить на того, кто Находится ниже Фух Так что упустили одну Исторический момент Редчайшая помирская бабочка Варнасис Автократор Питает Совсем новую среду обитания Новый биотоп Где кормовое растение есть, а бабочки нет А в тюрьме бабочка есть Ну вот дай бог ей наложить побольше яиц И дать начало новой популяции Это хохлатка Она брихис Кормовое растение Автократора Самки откладывают яйца не на листья А под камнем В 50 сантиметрах от куста Потому что это растение Любит объедать козероги Мы надеемся, что эта редкая бабочка Приживется на новом месте А нам пора возвращаться домой КОНЕЦ КОНЕЦ